Братья-месяцы По существовавшим традициям, прибрав дворы, помыв избы и нарисовав мелом кресты по углам и притолокам, отправлялись христиане в храм на праздничную службу, возвращаясь домой с освященной в церкви водой. Ею полагалось умыться и окропить избу, хозяйственные постройки, скотину, птицу, улья, а также погреба и подвалы. Хотя, говорят, даже снег, выпавший в крещенский сочельник, и речная вода, принесенная в полночь, обладали немалой целительной силой, поэтому их старались сохранить подольше, потихоньку скармливая куром, чтобы лучше не слись, и подмешивая в корм скоту, дабы не были зыбки, коровки и лошадки. В этот зимний день особенно внимательно за погодой следили, и если утром шел снег, надеялись на хороший урожай, а чтобы узнать, какой хлеб лучше уродиться, оставляли на ночь во дворе по горсти разного зерна, на каком нарастало больше инея, тот и сеяли. Метель в канон водокреса снежную масленицу предсказывала, и доходный год для пчелиных старателей. Ветер с юга задувавший грозовое лето выражил, а звездная ночь сулила рождение белых ярочек, ягнят и невиданный урожай гороха. А чтобы даже самое засушливое лето не погубило ни зернышко, ни яблочко, рачительные хозяева в этот день убирали со стогов снег, бросая его для споренной и для подспорья в колодцы. А молодежь в крещенской сочельни предпочитала о собственной доле узнать по боли, потому что канон водокреса или крещения считался в народе главным днем святочных гаданий. Гадают и в неделю от 13 до 19 января о здоровье, о ситуации, о делах и, конечно, о суженном ряженом. Эти великие дни заканчиваются водокресом, сказочным днем, когда вода в открытых водоемах становится особой, структурированной, как сейчас говорят ученые. А почему великие? А все началось еще в конце декабря, в день рождения молодого солнца, праздника Каляды, когда солнце поворачивается истончаются границы между мирами, и открываются двери в Навный мир. Боги и предки приходят к своим потомкам, и радость от этого великая. Но, к сожалению, и нечистые Навьи, начиная с дня Карачуна, что случается за два дня до Каляды, лезут к нам, в Явь. По некоторым преданиям, эти незваные гости из Нави приходят, чтобы коварством и лестью, страхом и соблазнами сбить нас с правильной дороги. В некоторых родах считают, что в течение четырех недель их присутствие в Яве незаметно усиливается. Они заглядывают в окна, пугают детей и дразнятся, и совершают мелкие пакости. И только после Водокреса, 19 января, пропадают они и уходят обратно в Навь. Неделя перед Водокресом считается страшными вечерами. Некоторые славянские рода отмечают большие Велесовые святки, 12 дней перед Водокресом. Это время магии, гадания, общения с Навью. Здесь люди обращаются к Велесу, богу чародейства и богатства. Наверное, некоторые знают, что Велеса называют скотий бог. Некоторые трактуют это как Велес, покровитель животноводства, но это не совсем верно. Вплоть до Средневековья слово «скот» означало не только домашних животных, но и имущество, деньги, богатство. Слово «скотолюбие» означало «коростолюбие». Скотник – финансовый чиновник, стоящий между посадником и старостой. Скотница – казна. А также слово «скот» выбрало в себя и такие понятия, как подать, сокровище. Многие знают о том, что Велес – могучий бог, созданный родом для особой роли, который держит дверь между Явью и Навью. Так Велес является богопокровителем и управителем небесного чертога Волка в Осваружьем Круге, который расположен рядом с небесным рубежом, разделяющим миры света и тьмы. И вышние боги доверили Велесу быть верховным хранителем небесных врат Междумирья. Бог Велес, охраняя небесные врата Междумирья, пропускает в Осваргу, причистуя души только тех усопших, кто не щадил в своей жизни во защиту родов своих, во защиту земель, отцов и дедов, во защиту древней веры, которые усердно и созидательно трудились для процветания своих родов. Много написано о Велесе. Особо почитается в Велесе его способность к магии, хождению между мирами и в то же время его любовь к Яве, к нашему с вами миру. Бог Велес всегда олицетворяет всесостороннюю заботливость, кропотливое созидательное трудолюбие, честность и решительность, стойкость, постоянство и хозяйскую мудрость, способность отвечать за все свои деяния, сказанные слова и совершенные поступки. Велес, рожденный небесной коровой Зимун, от нее он получил власть над животными, над домашним хозяйством, а от отца рода унаследовал власть и покровительство над людьми, их поседневными делами, достатками, знаниями и мудростью. Во власти этого бога не только Явь, но и Навь. По поверьям он славился, как встречающий у Калиного моста и проводящий души умерших в мир вечности через реку Смородину. По некоторым мифам воспитывался темным богом Вием, чувствует себя среди страшных темных Нави хозяином. Именно он может открывать, закрывать и придерживать дверь между Навью и Явью, выпуская сюда души предков, чтобы они могли напутствовать нас, живущих на земле. Время, когда славяне празднуют Велесовые дни, собственно и являются таким удивительным временем, когда дверь, как бы она ни выглядела, открыта. Время, когда мы, как никогда, близки к духовному миру предков своих. Время, когда мы с большей вероятностью можем воссоединиться со своим родом и восстановить утраченное. Время, когда мы можем спрашивать богов о грядущем, и они, как никогда близко к нам подошедшие, могут приоткрыть нам тайну грядущего. Помните богов и чтите традиции предков своих. Славяне Братья-месяцы Славяне КОНЕЦ Продолжение следует...